Но обратим внимание на следующие, вот последние стихи. Жизнь в ожидании пришествия. Вот 16-18 стихи. Ну, вы знаете, наверное, на память эти тексты, да? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия, Христе Иисусе. Вот. И здесь я хотел бы, чтобы мы составили пару планов проповедей. Но прежде я напомню о том, чем отличается хороший план. Помните, чем отличается хороший план? Первый пункт. Связь с Библией. Связь с Библией и с текстом. План должен отражать основную мысль текста. Основную мысль текста. Вот мы сейчас составляли планы, вот, малодушные, бесчинные, там, отношения к пасторам. Мы строго шли по Библии. План отражает текст. План отражает идею текста. Второй пункт. Помните, чем отличается? Второй. Исполняй, что написано в Библии. А? Исполняй, что написано в Библии. Это первое, я говорю, связь с Библией. Первое, мы говорим. Параллелизм. Это уже чуть-чуть дальше. Ну, это, правильно, это связано со вторым пунктом. Единство. 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 Ну, а единство достигается за счет параллелизма или повторений и так далее. Единство. Проповедь похожа не на куст, а на дерево. Есть ясность, есть прогресс, есть развитие мысли. И третье. Чем отличается хороший план? Ну, параллелизм. Он должен быть. Да, он должен быть план. Последовательность, прогресс, развитие мысли. То есть, мы идем от простого к сложному, как цветок. Вот мы помним эту иллюстрацию. Цветок распускается. Ну, здесь в втором пункте мы можем еще под пункты добавить. Параллелизм, повторение и так далее. А здесь последовательность, прогресс, развитие мысли, кульминация. Хорошей проповеди мы идем к кульминации. У нас есть логическая или хронологическая связь. Например, мы проповедуем апостоле Павле. Как? Мы говорим, жизнь до покаяния, жизнь после покаяния. Нет, покаяние, жизнь после покаяния. Логическая связь. Все хорошо сделано. Потом психологическая связь, последовательность. Помните, мы говорили, что проповедь должна вести к какому-то решению, к чему-то хорошему. Вести человека, может быть, к освобождению от греха. К чему-то приводить его. Не просто вгонять в депрессию. И кульминация мыслей. И вот на основании этого, я думаю, что мы будем... Пункты должны иметь логическую или хронологическую связь, психологическая последовательность, кульминация мыслей. И вот на основании этого мы будем составлять план. Да, еще один пункт. Простота плана. Это так добавлено, что не надо усложнять слишком. При всем этом мы будем стараться сохранять простоту. Итак, мы вот сделаем три плана, ну, два или три плана вот по таким пунктам. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Хорошо? Мы берем этот текст. Основной текст, это вот тот, который написан в Фессалоникийском. Всегда радуйтесь. Это есть текст Писания основной. А сейчас мы под пункты. Вот если бы вы проповедовали на этот текст, о чем бы вы говорили? Ну, что значит всегда радуйтесь? Вы должны объяснить людям. Вот вы должны рассказать более подробно, в каких обстоятельствах, когда радоваться, что значит радоваться. Вот этот момент. То есть вы уже сами... Сначала определяем, что такое слово радость, что оно в себя включает. Что радость бывает, мирская радость бывает, божественная радость. Это может быть введение даже, я бы сказал, так делать. Хорошо. Определяем радость. Что такое радость? Определение слова радость. Радость, истинная радость в Господе. Ну да, это можно об этом сказать. Я имею в виду, вот здесь раскрыть нам всегда, что это значит. Всегда это независимо от обстоятельств. Радуйтесь в любых обстоятельствах. В любых обстоятельствах. В первую очередь может сделать. Может быть, да. Или, да, можно говорить об обстоятельствах, да. Можно, кстати, можно подойти таким путем, да. Радуйтесь в любых обстоятельствах, радуйтесь там в любое время и радуйтесь... Что еще такое сказать? Можно сделать такие пункты. Суть радости, потом предпосылки радости и потом сама радость. То есть, суть радости это то, что она в Господе, радость остальная. Потом предпосылки, праведность, святость, чистота и потом радость в любых обстоятельствах. И не забудьте при этом взять послание к фессалоникийцам и посмотреть, о чем говорил... Повод радости. Хорошо взять послание к фессалоникийцам и не забыть, о чем Павел говорил к фессалоникийцам. Обращение, радость в обращении, в спасении. Он им говорил о встрече с умершими, радуйтесь тому, что встретитесь с умершими. Близкие умирают, радуйтесь в самых тяжелых обстоятельствах, Господь даст вам радость встречи и так далее. Вот во всем этом. То есть, мы идем, даже послание к фессалоникийцам не забываем. Два плана по посланию к фессалоникийцам о радости. Ну, на основании ваших предложений. Одну мысль я хотел отметить. Вот я слышал проповеди на этой стихе. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Обычно проповедники их читают и сразу забывают о послании к фессалоникийцам. Но эти стихи написаны в послании к фессалоникийцам. Если вы проповедуете на тему и всегда радуетесь, обязательно посмотрите, что говорит об этом все послание к фессалоникийцам. Первое послание. В каких условиях радости? Когда апостол Павел пишет о смерти близких, когда он пишет о быстром пришествии, когда он пишет о бесчинных проблемах в церкви. При всем этом радоваться. Всегда мы связываем с первым посланием к фессалоникийцам. И тогда проповедь станет, во-первых, мы ближе к Библии будем, мы вернее будем преподавать слово истины, во-вторых, проповедь станет намного богаче. А так мы забываем, мы взяли всегда радуйтесь и забыли, что написано до того и после того. А ведь там есть стихи, пять глав написано до того, и там что-то сказано об этой радости. В каких условиях? Это написано фессалоникийцам, которые испытывали гонения, они сильные гонения испытывали. Фессалоникийцы, у которых умирали близкие, и они не были уверены, которые ожидали пришествия. И тогда у нас совсем другое впечатление. А что такое радость? Когда умирают? Радость, когда гонят? Радость в ожидании Христа? И другое впечатление, другие аспекты радости мы открываем. Поэтому нам надо не забывать, вот когда мы берем такие особенно маленькие стихи, такие там, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, мы взяли и забыли о послании к фессалоникийцам. И мы потеряли богатство, которое закрыто в этом стихе. Непрестанно молитесь. О чем бы вы говорили, вот если проповедовали на эту тему? Вы бы взяли первое послание к фессалоникийцам и начали бы его листать. О чем апостол Павел говорит здесь? Вы читали бы, скажем, в апостоле Павле, он пишет о том, как он пришел. О, может быть молиться о служителях Божьих? Здесь хорошая мысль. О чем молиться? Ну, непрестанно молиться, это прежде всего, конечно, о времени речь идет, да, что молиться всегда. То есть молиться каждый день, молиться во всех обстоятельствах, молиться при любых условиях и так далее. Но в то же время можно и о темах говорить. Вот апостол Павел, мы молимся. Потом какие-то трудности в церкви, умирают люди, мы об этом молимся. Или четвертая глава, о чистоте, чтобы вы освящались. Молимся об этом, об освящении, о чистоте. Вот пятая глава, о пришествии. Молимся, чтобы Господь приготовил нас и сохранил дух, душу и тело в пришествии Господа Иисуса Христа. То есть мы связываем всегда это с пришествием, с первым фессалоникийцем. Или за все благодарите. О чем вы будете говорить в этой проповеди? О том, что Павел говорит, за что благодарить. Да. Именно в первом послании. Имеет это послание. Да, да. А там есть моменты. Благодарность за обращение. Он говорит, вы обратились от мертвых идолов. Это благодарность. Он, по-моему, в первом послании о церкви. Всегда благодарим Бога за вас. Он первый. Кстати, да, он напоминает. Благодарность за других. Тут либо первым, либо последним пунктом должно быть, что благодарить надо именно за все. Именно вот объяснить, что значит за все. Обязательно этот пункт должен быть. Либо первым, либо последним. Да. Как применение, либо первым. Здесь интересно посмотреть в греческом. Он буквально в греческом. Энпантос стоит. Оно буквально означает во всем. То есть, мне даже больше как-то нравится вот это выражение. Во всем. Или во всем, что с вами происходит. Буквально. Благодарите. Во всем, что с вами происходит. И потом мы берем послание к фессалоникийцам. Гонения. Расставание с близкими. Какие-то трудности с бесчинными. И во всем этом, во всем, что мы переживаем, мы благодарим Господа. Ну и уже здесь пункты мы можем. Труд, любви, терпение, упование. Да. А если за все, то тоже можно говорить. За наших близких, за тех, кто в церкви рядом с нами. Благодарить за труд, который Господь нам дал. За обращение и так далее. Даже по посланию к фессалоникийцам можно составить проповедь. Даже не обращаясь к чему-то другому. Вот мы часто оставляем то, с чего начинаем. Мы оставили послание, ушли. А там такое богатство. Там, оказывается, можно, читая с первой главы, посмотреть, за что можно благодарить. Там можно уже собрать конспект проповеди. Хорошо. А еще лучше в конце сказать проповедь. Жизнь христианина в ожидании пришествия сразу на все три стиха. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Первое. Радость. Радость пред Господом. Подкрепление ваше. Написано. Богу угодны служители, которые трудятся с радостью. Вот я часто желаю, когда пишу, переписываюсь по электронной почте, я всегда часто пишу внизу. Всегда радуйтесь в служении Господу. Всегда добавляйте слова. Я хочу, чтобы каждый служитель радовался Господу. Чтобы мы призывали друг друга к радости в Господу. И особенно в связи с пришествием. Тема основная послания к фессалоникийцам. Пришествия. Всегда радуйтесь, потому что Господь грядет. Господь близок. Господь утешит вас. Всегда радуйтесь. Дальше мы переходим. Непрестанно молитесь. Конечно, мы здесь можем другие тексты привлечь. Мы можем взять симфонию, посмотреть, что Библия говорит о радости. Посмотреть в компьютере или в симфонии. Потом непрестанно молитесь. Чтобы всегда радоваться, надо непрестанно молиться. Это помогает. Здесь стихи тоже взаимосвязаны. Апостол Павел не просто так писал. Один стих, потом дай другой напишу. Третий, что пришел в голову. Это взаимосвязано. Если ты молишься, у тебя будет больше причин для радости. Молись. Молись. Особенно в собрании. Дом мою молитвы наречется, говорил Господь. Молись об этом. Молитесь. Христос грядет. Молитесь, чтобы быть готовыми к пришествию Христа. Опять мы связываемся с пришествием. В свете посланий к веселоникицам. И последнее. За все или во всех обстоятельствах благодарите. Если мы будем непрестанно молиться, у нас будет все основания для благодарности. Мы будем благодарить Господа. За все благодарите. За все обстоятельства жизни. Вот кто-то сказал, что никогда не бывает настолько плохо, чтобы не было еще хуже. Вот или другое выражение замечено. Никогда не говорите, что дела идут хуже некуда. Подождите до завтра. И вы увидите, что они стали еще хуже. Ну, так может быть шутливо сказано, но на самом деле, что наши обстоятельства не самые тяжелые, о чем мы думаем. Есть у людей намного хуже обстоятельства. Вот особенно, я когда встречался с братьями с разных стран Африки, Юго-Восточной Азии, я смотрел фотографии. Однажды я провел месяц с братьями из 23 стран. Особенно много было из Африки, из Центральной Америки. Я посмотрел на фотографии. В каких домах они живут? Страшно смотреть. В каких обстоятельствах, какие условия жизни в тех странах или деревнях, где они находятся? Действительно ужасные. Афганистан тоже самое. Афганистан, да. Это одна из беднейших стран мира. Совершенно не представить. Мы в сравнении с ними благоденствуем, как на небе живем. Если представить. За все благодарите. Есть за что благодарить. Благодарите Бога в любых обстоятельствах. За все благодарите. И здесь важно, еще раз подчеркну эту мысль. Когда мы разбираем и строим эту проповедь, не забыть о послании к висалоникийцам. И здесь в свете пришествия. Радуйтесь, Господь грядет. Молитесь, Господь грядет. За все благодарите, Господь грядет. Благодарите за то, что Он придет. Вот мы построили проповедь. И мы остались верны Слову Божию. Верны учению, которому Господь предлагал. Итак, за все благодарите. И за этот курс. И за то, что мы прошли. Кратко прошли с гомелитической точки зрения послание к висалоникийцам. Это тоже благодарность. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС. Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok